всем привет сегодня рассказ о доме с баней с баней которая прямо в доме я знаю что многих этот вопрос интересует как это делается как эксплуатируется ну и все такое прочее но я думаю что видео на эту тему снято достаточно много а мы сегодня с артемом артем привет расскажем о том как проектировать такие дома на примере конкретного проекта который мы с артемом проектировали для нашего уважаемого клиента и собственно сейчас этот дом в процессе стройки я надеюсь что когда она закончится мы сможем снять готовый дом но пока мы расскажем о том проекте о тех фишках которые мы сюда закладывали и отталкиваемся от того что здесь дом с баней поехали рассказ стоит начать с того что запрос на проектирование этого дома был следующий мы хотим в доме отдыхать мы хотим чтобы этот дом был для кайфа и здесь абсолютно все помещения ну практически все спроектированы таким образом чтобы получать удовольствие от нахождения в этом пространстве в этом доме дом нужно было спроектировать так чтобы со второго этажа можно было видеть реку которая за участком дом нужно было спроектировать так чтобы соседи по краям не глазели во внутрь к нам в этот дом на территорию но и так далее а нужно было спланировать открытые территории барбекю то есть где-то это должно быть на воле под открытым небом так сказать ну и много чего еще поэтому сейчас обо всем по порядку начиная с первого этажа расскажем из чего состоит этот дом то есть почему дом не на такой стал а потому что у нас не было больших поближе скажем так возможности отступления от красных линий и плюсом нас ограничивали в площади застройки поэтому мы не могли разделить еще и баню от дома поэтому именно мой банный комплекс скажем тогда он появился внутри дома то есть рядом со всем строением большие плюсы в этом нашли то есть у нас минимум коммуникации да то есть разделенных между собой у нас большой то есть доступ есть из самого дома не переходя через улицу пройти в баню отдохнуть там и все остальное в общем и плюсом есть своя комната отдыха с выходом в барбекю зону то есть все для отдыха на самом деле было сделано нет это хорошо самое интересное то что нас окна общественных помещений у нас изначально выходили на реку да то есть и нам говорил об этом сам свет который проходит какой-то цикл да в течение дня север у нас находится с определенной точки зрения юг с другой с точки и то есть соответственно нас все окна завязаны на это про сам дом если рассказывать да то есть про его стилистическую особенность это его защищенность и защищаем и взглядов извне и даже идеологически то есть мы как будто вот-вот защитили его плюсом и дом утопили внутрь участка то есть он не не стандартно стоит да как у нас сейчас любят ставить гараж поближе к дороге да то есть здесь у нас все-таки дом стоит сам на периферии получается след соседнего участка по сути дела вот и хотели показать соответственно то что люди охотные гости в этом доме дом для кайфа дом будет будет эксплуатироваться и гостями в том числе тоже но естественно самое лучшее это естественно сделано для самих заказчиков сделали эксплуатируемую кровлю гаража для того чтобы можно было уйти участок у нас еще раз повторяю небольшой пространство на участке достаточно мало если еще мы там куда барбекю зону делаем да или там мы просто заставляем весь участок какими-то небольшими строениями то есть выход из ситуации это эксплуатировать кровлю который у нас находится над гаражом эту кровлю у нас будет как раз еще одним местом для отдыха там будет стоять какой-то столик и то есть на свежем воздухе можно спокойно посидеть отдохнуть с ребятами поесть шашлык который приготовлен на первом этаже но в общем здесь в проекте все крутится вокруг зоны барбекю все для удовольствия потому что хозяева любят проводить время на свежем воздухе любят жарить шашлыки приглашать гостей и вокруг этой зоны все закручено полезная штука скажи грелка для ног и барбекю в одном лице обалдеть то есть здесь же рядом баня банный комплекс в самом доме откуда мы можем выйти прямо на барбекю из барбекю мы прямо выходим на небольшой участок на небольшую территорию которая перед домом и прямо из зоны барбекю по лестнице мы можем подняться не заходя внутрь дома мы можем подняться на крышу гаража это вот та самая эксплуатируемая кровля где тоже можно тусоваться в хорошую погоду солнечную и оттуда открывается прекрасный вид на реку то есть одна из задач была открыть этот вид потому что вид действительно красивый вид на реку и по возможности нужно этим пользоваться и так сказать радовать хозяев этими видами тут еще есть интересные фишки о которых стоит рассказать но например крыша над барбекю зоны вот над уличным столом дело в том что гараж и дом у нас разделены разнесены друг от друга они не соединяются и как раз между ними располагается та самая зона и получилось так что вот эти стены нам в общем-то мешает проникновению света и мы его запустили совершенно по-другому мы запустили его сквозь крышу вот расскажи про эту историю и решение у нас есть определенная связана с этим проблема появились это в том числе то что у нас одно из помещений получилось полностью темно там нет стекла нет окон есть небольшие просветы про стенки через которых проникает дневной свет он точно также идет либо северной стороны либо с южным там у нас слишком много стен все равно мы закрываемся то есть света мало таким образом мы решили эту эту задачу то есть мы взяли и сделали стеклянную кровлю просто в этом разрыве между домом и гаражом над ним получается у нас есть выход со второго этажа на этот балкончик на пусть можно попасть и точно также попасть на кровлю гаража и вот эта часть на нас полностью застеклял чтобы свет попадал внутрь вот этого вот этой зоны отдыха зоны барбекю вот тоже интересное такое решение которое часто является спорным потому что кто-то говорит о том что там будет скапливаться мусор какая-то пыль там что это мыть нужно будет ну знаете если так рассуждать то в принципе лучше бы дом вообще не строить до его же мыть надо там машину вы моете одежду стираете то есть это такая вещь которая тот требует ухода как собственно любая вещь и любой предмет поэтому тут уж каждый сам решает насколько он готов ухаживать за своим собственным домом но вот здесь идея очень понравилась клиенту ему показалось это здорово что когда ты сидишь у тебя вроде и крыша над головой но в то же время она пропускает и свет и сквозь нее видно и когда ты по крыше идешь по этой стеклянной ты тоже видишь что внизу происходит но общем такой интересный архитектурный элемент и вот если касаться второго этажа то вот сейчас артем тоже про него расскажет про планировку потому что она здесь достаточно интересная и необычная хотя решение все для нас стандартная то есть это наши принципы проектирования делить зоны по территориям и вот сейчас артем расскажет как это получилось самая главная задача для нас была здесь отделить все-таки родители от детей да и от гостей соответственно поэтому у них появился так называемый свой блок за да через который они могут конечно же выходить на общую террасу но в чем самая главная фишка у них есть свой кабинетик небольшой для того чтобы не сделали сделали какие-то свои дела есть спальня своей гардеробной и выход в большую ванную комнату которая есть и душевая и отдельно стоящая ванна и биде и унитаз и две раковины и все 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 там есть все это через стекло очень много стекла здесь используется у них всегда светло но они при этом защищены получается всех сторон от всех глаз лишних скажем так кстати еще одна фишка получается которую мы тоже не так редко делаем но хотелось бы почаще конечно это небольшой у нас вот холл появляется да и в этом холле есть дырка которая ведет вниз постирочная то есть мы можем скидывать туда белье грязное спокойно можем сделать даже там небольшой лифт на если что поднять допустим все это белье постиран и уже вверх ну да вроде бы казалось простое решение но очень удобно и дело в том что носить грязное белье вниз потом наверх это не всегда удобно и комфортно здесь придумали такую штуку как белье провод бросаешь грязное белье она летит туда вниз постирочную таскать ничего не надо останется только доделать небольшой лифт подъемник наверх чтобы корзинка с уже с постиранным поднималась наверх у нас есть 2 2 часть это вот как раз детская часть расскажи для того чтобы родители точно даже не слышали скажем так что происходит у детей а дети не слышали что происходит у родителей появился такой холл да он некий буфер между зоной детей из зоны родителей тут у нас появилось две детских комнаты в принципе все окна у нас располагается таким образом то что дневной свет да вот именно тот который у нас идет там самого утра и вот до вечера он будет попадать в эти комнаты однозначно но и остается еще гостевая комната небольшая если приехали вдруг гости или захотели пожить родители какое-то время ну или долгое время то есть полноценная комната она не очень большая но вполне комфортно и чтобы там расположиться но и общая ванная комната в которой и раковины унитаз беде ванна все что необходимо и самое главное здесь есть окно то есть мы очень любим работать со светом максимально его стараемся запустить внутрь чтобы каждое помещение было инсолировано есть такое модное слово поэтому в ванной здесь освещение тоже есть да собственно говоря вы уже обратили внимание что в каждой комнате есть окно и даже в гардеробной окно тоже есть я предлагаю сейчас обсудить первый этаж потому что он тоже очень интересен с точки зрения планировки я в общем то думаю что логично будет начать со входа а может быть даже точнее со въезда то есть гаража то есть потому что хозяева будут приезжать домой на машинах и вот здесь будет подниматься гаражные ворота они заезжают на машине выходят из нее и попадают вот на ту самую террасу со стеклянной крышей уже настроение поднимается то есть уже какая-то вот архитектурная фишка проходят под крышей и заходят собственно в дом и попадают во входную группу то есть вот это все можно назвать входной группы это прихожая и гардероб мы считаем что прихожие гардероб должны быть большими но здесь они насколько было возможно их сделать по размеру большими мы сделали плюс прихожие окно опять вот обратите внимание что прихожая хорошо освещена кстати очень важная часть обращайте внимание когда вы покупаете готовый дом или когда вы проектируете дом что входная часть дома должна быть удобной и красивой окно это красиво дальше мы попадаем в холл это такой распределительный узел я кстати помню как долго мы над ним работали как его организовать так чтобы он был удобен красив каждый квадратный метр и даже дециметр у нас на счету и он должен быть использован с умом поэтому здесь небольшой холл достаточного размера это такой распределительный узел из которого мы можем попасть на второй этаж это где уже приватные комнаты приватная зона мы можем попасть налево это гостиная кухня гостиная и направо это как раз та развлекательная часть с баней там где у нас основные кайфушки я предлагаю сейчас рассказать про левую общую часть и затем про баню все-таки у нас ролик про баню в доме наконец-то дождались и самый главный принцип это здесь у нас и отражается наверное на то есть когда мы заходим в кухню-гостиную вот как раз есть определенная у нас линия по которым мы должны размещать мебель то есть в данном случае мы использовали кухню линейную полностью здесь высокие шкафы и островную часть да на которой будет происходить и готовка полностью и то есть помывка там чего-то вот и соответственно допустим место для быстрого завтрака или для быстрого обеда следа у нас по центру получается между разделяющую зону гостиную имеется ввиду и кухонную у нас идет именно зона обеденной там нас располагается стол он идет у нас по линии окна по центру окна прям размещается для того чтобы у нас максимально в интерьере заиграла но то есть расположение окон у нас тоже не случайно мы смотрим как располагается стол диван и в зависимости от этого мы тоже выбираем размер окон их расположение чтобы потом в интерьере не только с фасадов но и в интерьере это выглядело все гармонично и красиво из этой части то есть из гостины мы можем попасть на улицу точно также у нас доступ к природе есть практически из каждого помещения ну и и я предлагаю сейчас вот самое интересное это баня которая здесь в этом доме она вынесена в отдельно в отдельную часть чтобы например если там идут шумные какие-то не знаю вечеринки там или слишком громко творится то чтобы это никому не мешать этого вынесено в отдельную часть самое то интересно что он тоже через определенный буфер идет на то есть у нас есть зона постирочной здесь и он точно также небольшой холл появляется холтер и раздевалка мы здесь разделись и зашли в комнату отдыха здесь уже как говорится в халатиках и можем пойти в свою сауну-баня да и там же есть душевая в данном случае здесь мы предусмотрели вот этот вариант единственное что наверно здесь не хватает санузла но санузел у нас находится недалеко ну да уже некуда было его разместить но зато у нас повести поместилась достаточно просторная постирочная которая в доме должна обязательно быть то есть это отдельная комната для удобства потому что помимо машина это складирование белья химии уборочный инвентарь но и прочее и прочее еще здесь выход на террасу где стол и вот интересная такая штуковина это как раз есть барбекю вот расскажи про нее потому что тоже интересное решение достаточно так зону барбекю самым мясо нужно жарить и желательно делать это на улице на то есть мы вынесли все-таки за пределы дома эту зону но там у нас есть и вода выведена и соответственно сама барбекю зона круговое хождение появилось что самое интересное мы можем здесь закрыться допустим и у нас не будет выхода то есть закрылись если на улице допустим здесь мы можем так какой-то небольшой микроклимат себе устроить в градусов 10-15 допустим зимой посидеть спокойно почему нет ну да да и получается что барбекю можно подойти с двух сторон один жарит другой стоит напротив удобно чокаться ну вот такой вот у нас получился интересный дом с интересной архитектурой с интересной планировкой которая обусловлена размерами участка пожеланиями клиента так что друзья пишите свои вопросы может быть что-то мы не все раскрыли и вам хотелось бы узнать поподробнее с удовольствием ответим на ваши вопросы ставьте лайки проекта классный надо поставить я поставлю 2 в общем подписывайтесь на канал всем пока пока а а а и а а а а а Субтитры подогнал «Симон»